Добрый вечер! В прямом эфире телеканала Катунь24. Новости. Пришло время подвести итоги сегодняшнего дня. В студии Егор Матаев. В начале выпуска расскажу о главном. Президент страны Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах. В чем заключается их суть? В преддверии 9 мая телеканал Катунь24 совместно с Почтой России проводит акцию «Письмо Победы». Подробности в выпуске. Жители Тольменского района в День Победы смогут посидеть и даже прокатиться в легендарном Т-34, а точнее в его аналоге. Его своими руками сконструировал местный житель. В региональном бюджете нашли средства, чтобы повысить зарплаты бюджетника. Дополнительное финансирование получат работники здравоохранения, образования, культуры и социальной защиты. Об этом на заседании правительства края рассказал министр финансов региона Данил Ситников. Расходы краевого бюджета прогнозируются в объеме 111 миллиардов 463 миллиона рублей, что на 5 миллиардов 589 миллионов превышает первоначальные объемы. На повышение зарплаты бюджетникам будет направлено более полутора миллиардов рублей. Кроме того, 951 миллион рублей дополнительно будет вложить в строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, 259 миллионов рублей на переселение граждан из аварийного жилья, 250 миллионов рублей на поддержку муниципальных районов и городских округов. Что делать, если очередной срок ипотечного платежа на подходе, а у вас совсем нет денег? Выход из такой непростой ситуации есть. На днях президент страны подписал закон о так называемых ипотечных каникулах. Как будет работать нововведение и когда вступит в силу, расскажем далее. Оформить ипотеку на 15 лет, купить свою трехкомнатную квартиру, сделать там ремонт и жить счастливо. Об этом мечтала Алена Тяботова. В планы не входило увольнение девушки с работы. Теперь платить ежемесячный взнос, а это 22 тысячи рублей, Алене нечем. Единственный выход в таком случае ипотечные каникулы. Закон вступит в силу 31 июля. Согласно ему, банки теперь будут предоставлять заемщикам льготный период до 6 месяцев. Мы не так давно оформили ипотеку. То есть на тот момент, когда мы оформляли, было все вполне, казалось на тот момент стабильно. Сейчас я без работы. И то есть услышав о том, что у нас вступил в силу такой закон, я увидела для себя некие плюсы. То есть на момент, когда у меня нет работы, я могу воспользоваться этими ипотечными каникулами до полугода, собственно, получить отсрочку по оплате ипотеки. Рассчитывать на такое право могут те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Также жилье, взятое в ипотеку, должно быть у заемщика единственным. Также важно помнить, что когда ипотечные каникулы закончатся, вам придется выплатить проценты, которые будут начисляться вне зависимости от предоставленной отсрочки. Проценты по ипотеке будут продолжать начисляться. Единственное, что не будет начисляться штрафных санкций в виде пении штрафов. Но также будет увеличиваться срок предоставления кредита на тот период, на который были предоставлены ипотечные каникулы. Банк обязан рассмотреть ваши требования об ипотечных каникулах и ответить на него в течение пяти дней. В течение двух банк может запросить у заемщика все необходимые документы. При этом дополнительных справок, не указанных в законе, банк требовать не вправе. Если банк одобрит ипотечные каникулы, то должен будет направить заемщику измененный график платежей. Евгения Князева, Алексей Шаульский. Новости. Сегодня заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова и сотрудники соцзащиты Алтайского края в преддверии 74-й годовщины Великой Победы поздравили семью Михаила Васильевича и Людмилы Никитичной Гавриленко. За чашкой чая состоялась праздничная встреча. Вы знаете, хочется выразить глубокие слова благодарности человеку, благодаря которому мы сегодня можем жить, трудиться, радоваться жизни. Михаил Васильевич участник Великой Отечественной войны, ветеран труда. В ноябре 1944 года, сразу после окончания 9 класса, его призвали на службу в Советскую армию. Запасной пол города Куйбышево Новосибирской области с 1948 по 1951 год продолжал служить командиром орудия танковой части на военно-морской базе «Паркала-Ут». Началась война, я учился в 7 классе. Я почему-то сразу определил, что Россия, Советский Союз победит. Был уверен. Вот не знаю почему, но я был уверен, что Россия победит в этой войне. В 1958 году Михаил Васильевич и Людмила Никитична поженились. А осенью прошлого года они отметили изумрудную свадьбу. 60 лет совместной жизни. Михаил Васильевич получил долгожданный подарок – цифровую ТВ-приставку. Ведь благодаря ей ветеран по-прежнему сможет интересоваться современной ситуацией в стране и мире. А школьники Барнаула отметили День Победы заранее и по-своему. Придумали и провели акцию «Домой с Победой». Украсили трамваи в честь Победы и переоделись в одежду того времени. Среди реквизитов – фляжки, цветы и платки. Победа! Ура! Победа, граждане! Ура! 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 Так 74 года назад встречали героев с фронта. И сегодня воссоздать сцену встречи решили школьники и учителя 53-й школы. Они проводят акцию «Домой с Победой». С остановки до Кучаева отправились два трамвая, стилизованные под поезда военного времени. На них могли прокатиться жители краевой стилиза. Я рисовал, здесь сверху краской делали. Писали. Чтобы получилось естественно, что не стали шрифт вымерять. То, что должно быть естественно. Мы победители. Мы из Берлина. Мы пытаемся восстановить, как наши прадеды возвращались домой с Победой. Танцевали под гармонию. Мы как-то это воссоздали. Переодетые в военную форму школьники и учителя на некоторых остановках разыгрывали сцены и поздравляли друг друга с Победой. А в трамваях танцевали и распевали песни. В преддверии 9 мая телеканал «Катунь-24» совместно с Почтой России провел акцию «Письма Победы». Сегодня около здания главпочтамта Барнаула каждый мог подойти и написать поздравления своим родным и близким на наших фирменных открытках. Как это было, расскажет Екатерина Варкентин. В годы Великой Отечественной войны считалось, что письма из дома способны в разы увеличить боевую силу солдат. Ну а вагоны с письмами имели такой же приоритет, как вагоны с боеприпасами. Сегодня такие письма хранятся во многих семейных архивах, как напоминание о тех страшных страницах истории, как память о подвиге наших отцов и дедов. Возможность отправить рукописную открытку в форме фронтового треугольника в преддверии 9 мая предоставил жителям края телеканал «Катунь-24». Около здания главпочтамта Барнаула провели акцию «Письма Победы». Мы как Почта России, традиционная Почта России, решили принять участие в данном мероприятии, напомнить людям, что сейчас век цифровых технологий, все-таки Почта России является связующим звеном между всеми людьми. Особенно это было актуально в годы войны, потому что связь между фронтом и тылом была только с помощью наших писем, которые писали солдаты, своим матерям, женам. Мы даем возможность всем желающим поздравить своих близких, родных с наступающим праздником Победы. Мы даем возможность совершенно бесплатно направить нашим бабушкам, дедушкам открытку. Я думаю, для них это очень важно, взять в руки именно бумажную открытку, красивую, замечательную открытку и прочитать слова благодарности. Все желающие писали поздравления родным и близким на фирменных открытках. Затем сбрасывали их в специальный ящик Почты России. Свои пожелания отправляли те, кто узнал об акции заранее и приехал специально. Те, кто проходил мимо, а также сотрудники Почты России. Всего больше 300 человек, и все они неравнодушны к празднику. У меня отец участник войны. Он дошел до Берлина, имеет много наград, его, к сожалению, уже нет. Поэтому для меня это очень многое. Я отправила своим близким и родным, потому что 9 мая мы все собираемся всегда вместе, вспоминаем своих отцов, матерей. До этого мы всегда ездим на кладбище, кладем цветы своим отцам, и поэтому этот праздник для нас очень значимый. Письмо я свое отправляю дочери. Она у меня работает в Москве, и чтобы ей тоже напомнить лишний раз о своем деде, она вообще-то помнит и уважает его. Ну, чтобы это передавалось из поколения в поколение, чтобы они ценили то, что сделали наши прадеды и деды. Кстати, эскизы к открыткам специально к празднику на бумаге акварелью нарисовала барнаульская художница Евгения Октябрь. А после изображение появилось уже на фронтовых треугольниках. Ну, эта война, она коснулась и нашей семьи тоже, семьи художников. И мой дед Октябрь, Эрик Павлович, воевал, был летчиком. Это великий праздник, потому что я не могла не откликнуться. И потому что мне это интересно. Мне интересно, когда принимаешь участие в каких-то грандиозных проектах. Теперь эти поздравления абсолютно бесплатно для адресантов разъедутся по всей России. Письма дойдут до получателей уже через несколько дней. Екатерина Варкентин, Денис Кузьменко, Новости. В преддверии Дня Победы поздравления принимают не только ветераны. С годовщиной совпал и юбилей семейной жизни барнаульцев Собиных. В ЗАГСе индустриального района они отметили золотую свадьбу. Семья рассказала, как прожить вместе так долго. Этот кофейный сервиз Георгию и Людмиле Собиным подарили на свадьбу. Спустя 50 лет они пьют из него, сидя в ЗАГСе. В комнате жениха и невесты. Вспоминают, как начались их отношения. Проходила мимо, он стоял с дедушкой. Все, я в автобус села. Видимо, дедушка ему подсказал, что это Людмила. Все, и автобус уже пошел. Он на ходу раздвигает двери автобуса. Заскакивает. Все, и потом мы по Ленинскому погуляли и стали встречаться. Поженились Людмила и Георгий через 4 месяца после знакомства. Так скоро в советское время никто не женился. Было не принято, говорит Георгий. Но родители жениха и невесты были знакомы с детства, поэтому и дали согласие. Свадьба была 12 июня 50 лет назад. Сегодня семейная пара празднует золотой юбилей. Решили отметить заранее. Перед днем победы бережно крепят георгиевские ленты друг на друга. Говорят, забота – самое главное в семейной жизни. Любить. А настоящая любовь – это доверие. Я всегда говорю, это старые слова. Вера, надежда, любовь. Она должна сопутствовать. Хоть раньше было это пожелание, на сегодняшний день. Она всегда актуальна, эти слова. Для особенных и еще трех семей провели концерт «Май, победа и любовь» в ЗАГСе индустриального района. Приурочили к годовщине победы и Международному дню семьи. Крепка семья, крепка держава. Мы такой вот лозунг взяли. То есть, когда будет больше крепких семей, тогда и страна будет по-другому себя чувствовать. И наш Алтайский край, и город Бурнаву. На концерт пригласили пару с серебряной свадьбой и две многодетные семьи. Им подарили цветы и вручили билеты на посещение Государственного музея литературы и искусства Алтайского края. Анна Муратова, Михаил Ольфуншан, Новости. Жители Тальменского района в День Победы смогут посидеть и даже прокатиться в легендарном Т-34. А точнее, в его аналоге, который своими руками сконструировал в селе Язова местный житель. 20 лет этот танк выглядел как средний артиллерийский тягач, пару с травой. Но в прошлом году местный житель Сергей Чекулаев решил его оживить. Обычную груду железа превратил в передвижной Т-34. Два месяца с пяти утра до двенадцати ночи он мастерил танк на радость постояльцев его базы отдыха. Однако полюбился он всем односельчанам. Все они 9 мая смогут на нем прокатиться, потом пообедать на полевой кухне, послушать песни военных лет под сопровождение баяна. Празднование Дня Победы ожидается масштабным. Планируется примерно 150 человек. Людям это интересно. Люди просыпаются, они по-другому начинают на мир смотреть, на свою родину, вообще на жизнь. Много сюда приезжает народы, которым этого не хватает. Они говорят, как глоток свежего воздуха. Люди просто в восторге, люди до слез в восторге. Они, особенно дети, им это очень интересно. Это и есть патриотизм. Это и есть то, что никогда не должно забываться. Специально ко Дню Победы в книжном шкафу на железнодорожном вокзале появился сборник стеков, поэтов-фронтовиков Алтайского края. Подробнее о книге расскажет Тата Геворген. На войне не до сонетов, но случалось на войне. И солдат слагал куплеты о любви и о весне. И солдат стихом порою сам с собою говорил. Перед боем, после боя, потому что жизнь любил. Он стихам своим не прочил громкой славы. Был он рад, если стих его средь ночи согревал сердца солдат. Это стихотворение написал Михаил Федорович Длуговской, наш земляк, ветеран Великой Отечественной войны. Его стихи и стихи других алтайских поэтов-фронтовиков собраны в книге «Эта память листает страницы». Составители книги собирали информацию со всего региона, из музеев, библиотек, школ и общественных организаций. Многие произведения были в письмах, которые солдаты отправляли с войны своим родным. Сборник стихов алтайских поэтов-фронтовиков был выпущен в 2014 году тиражом всего в 5000 экземпляров. Теперь эту книгу вы можете найти в нашем книжном шкафу на ЖД-вокзале. Если у вас есть книги, которые вам больше не нужны, привозите их в нашу редакцию по адресу Пролетарская 250. О самых интересных изданиях мы расскажем в следующих выпусках. Тата Геворгян, Роман Хайрулин. Новости. А прямо сейчас эфир телеканала продолжит программу «Могу помочь». Выпуск посвящен 9 мая. На этот раз помощь требуется участнице Великой Отечественной войны. А я с вами прощаюсь и увидимся в эфире завтра. Не переключайтесь.